С каждым днём всё ближе 75-летия победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, всё меньше остаётся фронтовиков и всех, кто прошёл войну. И потому внимание к этим людям – наш общий долг. В день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады к главе Славянского района Роману Синеговскому были приглашены очевидцы тех страшных событий. Бесспорно, героическая блокада Ленинграда – одна из самых драматичных и незабываемых страниц Великой Отечественной войны. В сердце у каждого примеры беззаветного мужества и самопожертвования ленинградцев. Есть участники блокады и в Славянском районе. Четверо из них пришли на приём к Роману Синеговскому. Спасибо вам за мужество, за героизм, за стойкость. Благодаря вам сегодня мы живём под мирным небом. У нас есть возможность создать и развивать наш город-район, растить детей, заниматься любимым делом. То, что пережили вы, не дай бог никому такого переживать. Поэтому мы хотели бы поздравить вас с наступающими 75-летиями Великой Победы. Пожелать всем мира, добра, благополучия, радости. Тёплые, идущие от сердца слова нашёл для блокадников и председатель Совета Славянского района. Какая доля выпала на ваше детство. Вот вы маленькие, ваши родители спасали, вывозили вас. Какие трудные, вот такие жизненные обстоятельства выпали на вашу долю. И вот спустя много лет вы сегодня здесь с нами. Затем председатель Совета ветеранов войны и труда Славянского района представил каждого приглашённого и рассказал о том, как они жили и работали, что делают в настоящее время. Участники блокады вспомнили о военном лихолетии, когда они смогли выжить вопреки всему. Самая главная проблема блокады – невозможность найти продукты помимо положенной пайки. Не сравнить. Вы здесь вышли, хоть какой-то корешок съели, а там ничего, нигде не найдёшь. Ну что, другом бетон, другом асфальт. И всё разве, всю мебель уже потопились, погрелись. Водичка, ну водичка – это не секрет, была Ладога, это Нева. Ходили туда с ведёрочками и грелись вот это, топили, там буржуечки какие-то примастили. Приглашённым были вручены памятные подарки и юбилейные медали «75 лет победы в Великой Отечественной войне». Блокадники первыми в нашем районе получили медали. Для этих людей, чьё детство опалено пламенем войны, воспоминания о том времени до сих пор живы. В 1942 году меня эвакуировали по дороге жизни. Ну тогда сами знаете, что по дороге, когда везли, много машин уходило под воду. Поэтому Ладога, как говорится, заполнена телами детей, взрослых. Но мне повезло, я стала жива, попала на Кубань-Враговскую, в детдом. И в 1942 году меня там взяли на воспитание. Блокада для этих необыкновенных людей – часть их биографии, которая неразрывно связана с историей нашей великой страны. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Программа «События».